Привет! Сегодня у нас обзор мощных и крутых маркеров ProMarker от Vinsor & Nude. Бренд из Великобритании и это уже что-то может нам говорить, но не будем торопиться. Маркерами я пользуюсь почти год. За это время ими было нарисовано довольно много рисунков в рамках меня. И у меня сложилось о них довольно четкое мнение. Я буду вставлять оценки по критериям видео и в конце выдадим общую оценку. Корпус. Маркер сделан в круглом корпусе, что довольно удобно, но мне кажется он немного толстоват. Немного неудобно держать маркер поначалу, это дело привычки. Цвет корпуса черный, что очень практично. Вы не будете пачкать его, если закрываете маркер не глядя или вы просто как и я кривая ручка. Посередине наклеена ламинированная бумага, что дает довольно крепкий хват. Проблем с тем, что маркер скользит у меня не было. На наклейке большую часть занимает цвет, что очень удобно. Особенно если вы пользуетесь пеналом. Что насчет индикатора цвета на колпачках? Он есть. Только на одной стороне и он не слишком информативен. К примеру, это надпись на графит. Зато стикер не стирается, в отличие от принтов других фирм. На другой стороне остроконечный колпачок с гребешком, чтобы маркер не укатился со стола. Также колпачок нельзя вставить в другой колпачок, но это лишь вопрос удобства. Что более важно, так это совпадение цвета колпачка и в нашем случае корпуса с цветом чернил. Здесь с этим все очень хорошо. Почти все маркеры идеально соответствуют цвету корпуса с цветом чернил. Кстати, колпачки у этих маркеров очень классные. Они легко открываются и закрываются. В отличие от фэттенский пера. Открываем колпачки и нас встречают два пера, так называемые долото. Открываем колпачки и нас встречают два пера, так называемое ДОЛОТО, лопатка или просто широкое перо, и пуля, острое перо или просто тонкое перо. Давайте о каждом немного поподробнее и начнем с широкого. Если честно, я не встречал с ними проблем даже на первых версиях Вист Артиста Браш, где перо-кись превращалось просто в слюни. ДОЛОТО было все так же в нормальном состоянии. Кто не знает, зачем нужна эта сторона, ей удобно прокрашивать большие площади. Если носик у пера острый, можно прокрашивать мелкие и длинные элементы. Также удобно делать градиент. Если говорить про все эти пункты и про маркер, то большие площади прокрашивать удобно. Подача чернил хорошая и широкое перо очень тонкое, и ему удобно прокрашивать длинные тонкие линии. Перейдем к основному перу, по крайней мере для меня, пуля. И вот тут есть небольшая проблема. У большинства моих маркеров кончики пушатся. Не критично, конечно, но мелкие детали делать становится не так удобно. Признаю, я довольно сильно нажимаю на маркер, когда рисую, но перья тех же Fat & Skinny чувствуют себя лучше. А они у меня с 2015 года. Вот вам сравнение с другими моими маркерами. Лучшее по жесткости перо, по-моему, у скетч маркер. Но из-за того, что чернила у промаркера очень хорошие, они не сильно растекаются. И тут мы переходим к следующему пункту. Чернила. Вот она, лучшая сторона промаркер. В плане чернил, это лучший маркер, что у меня есть. Чернила здесь на спиртовой основе. И, как я уже сказал, чернила у промаркера растекаются минимально. Очень минимально. Очень. Это, конечно, если вы используете хорошую бумагу с пропиткой. Хорошо тем, что можно делать работы даже без контура. Что насчет плотности заливки или распределения чернил? Когда я первый раз опробовал промаркер, я был просто поражен, как ровно ложатся чернила на бумагу. До них у меня были только Fat & Skinny и старые Vista Artist, и они не могли дать такого результата. При этом расход чернил нормальный, если смотреть с другой стороны листа. Вообще, если говорить, насколько их хватает, у меня за год ушли на незаконный отдых. Пару очень светлых цветов. Голубой и розовый. Почему незаконный? Так потому, что меньше года. Это так себе показать. Но со светлыми цветами, как я заметил, так всегда. У Fat & Skinny три светло-голубых тоже кончились где-то через год использования. Ну и, конечно, черный, которым я даже не рисовал толком. Все черные, кроме Vista Artist, у меня быстро кончаются. Может, мне, конечно, просто не везет с ними? Не знаю. Как маркеры смешиваются между собой? Отлично. Как между собой, так и легко делать градиенты с помощью других финмаркеров. Причем, я бы сказал, что они реально берут все. Когда Vista Artist и сама себя парится растушевать и пачкает более светлый цвет, промаркер просто на все плюет и делает свое дело. Если еще добавить про чернила, то можно сказать, что здесь нет возможности их заправить. По крайней мере, производитель свои чернила не продает. Для меня это не минус, потому что на смену умершему цвету я пробую новые фирмы. Или всегда можно докупить промаркеры, если вы влюбились в какой-то цвет. Вот мы и подкрались к следующей теме. Доступность. Если говорить прямо, то в Москве можно купить любые маркеры из тех, что у меня есть. Да че там говорить? Там можно купить моргай за 1,4 миллиона рублей. Если бы я купил себе моргай за такие деньги, я бы больше никогда не делал моргай. Боже, ты на него посмотри. Посмотри на него, какая милая. Окей, извиняюсь. Точно, доступность. В принципе, для заказа из интернета они в большой доступности, при средней цене в 230 рублей. Сказать о доступности в вашем конкретном городе я не могу. Поэтому придется пойти в интернет и поискать, может какой-то ваш локальный магазин продает их. У меня они продаются в магазине художник. Мало ли кто из Уфы посмотрит это видео. Цена там где-то 200-210 рублей. Варианты продаж. Я также нашел все варианты того, как могут продаваться маркеры. По штучному мы уже поговорили. Давайте посмотрим на наборы. Довольно классические наборы 6, 12, 24 штуки. Есть разный расцвет. Я нашел самые низкие ценные наборы в интернете. Можешь глянуть в описании, если тебе интересно. Если два довольно обычные, то наборы на 24 штуки комплектуются вот такой классной сумочкой. Как вы уже заметили, я испытываю большую любовь к таким сумкам. Заключение. Это крутые маркеры. В них сочетаются великолепные чернила. Хороший подход к оформлению корпуса, который спустя год никак не потерся. Неплохой форм-фактор, заключенный в круглом корпусе. И такие же неплохие перья. А если говорить об оценке, то 4,57 это отличный результат. Промаркер положил начало рейтингу всех маркеров на моем канале. В дальнейших видео эта оценка будет становиться понятнее. А сейчас всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и запомните, весь мир в мелочах. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok